Это главный истребитель мышей на участке. Он хоть и толстый, но правильный кот. Всем привет! Страшнее мыши зверя нет, скажут многие садоводы и будут абсолютно правы. Маленькая мышка-полевка способна очень много неприятностей доставить не только нашему саду, но и нашему цветнику. Обглоданные корни, сгрызенная за зиму кора на молодых яблоньках и других деревьях, испорченный газон. Ведь под снегом мыши прокладывают столько ходов и норок, что весной мы видим целый мышеполис, никак не иначе. И что же остается нам делать? Весной, когда мы все это видим, меры уже принимать никак нельзя. Нужно позаботиться уже сейчас. Именно с осени, когда все мыши с полей стягиваются поближе к человеку в наши сады, на наши участки. Конечно, самым эффективным способом является использование отравленных биологических приманок, основанных на действии антикоагулянтов. Съев такую приманку, мышка не умирает сразу. Где-то через 3-4 дня от внутренних кровотечений она погибает где-то у себя в норке. Таких препаратов сейчас огромное множество. Они относительно экологичны, но есть маленький нюанс. Раскладывать их тоже нужно очень грамотно. Чтобы эти приманки, например, тот же самый Шторм или Гарден Топ Паста, не попала в руки маленьким детям. Не увидели ее домашние животные, полезные птицы. Для того, чтобы приманка досталась только вредителю, только мышкам, полевкам и крысам, нужно знать их привычки повадки и биологию. А именно, они любят кушать под прикрытием. Так создайте им эти прикрытия, укрытия и положите туда отравленную приманку. Для этого подойдут различные, например, обрезки труб, полипропиленовых, например, оставшихся после ремонта. Либо даже простая дощечка, положенная на камушек, под которой образуется небольшое укрытие, уже привлечет мышку наружку проверить, нет ли там чего-нибудь полезного. Забравшись в укрытие, мышка спокойно съедает приманку. А сама приманка не попадает на глаза никаким другим животным. Кроме того, есть специальные отравленные приманки, которые действуют именно на мышевидных крызунов и больше ни на кого. Обратите на них внимание. Но для тех, кто считает себя приверженцем самых экологичных видов борьбы с мышами, я советую обратить внимание на отпугивающие растения. Мыши – существа чувствительные. Они не любят резких запахов и резко пахнущих растений. Это, например, всем известная кинза либо кориандр. Если у вас осталось на огороде немножко веточек кинзы, завязавшимися семенами, не торопитесь их выпалывать, выбрасывать. Разложите эти веточки на своем цветнике. Ведь мыши, помимо того, что они едят у нас кору на деревьях, они уничтожают огромное количество и луковиц, ценных нашему сердцу цветов. Тюльпанов, крокусов, мускарей и так далее. Помимо кинзы, мышам не нравится еще запах черной бузины, горькой полыни белой, лаванды. А также обратите внимание на такое традиционное наше растение, как чернокорень. Пожалуй, это один из чемпионов по разгонянию мышей. Посадите его у себя на участке и, поверьте, мыши этот участок будут обходить стороной. Дело в том, что черный корень, он обладает очень сильным, неприятным для мышей запахом. И мыши стараются не появляться здесь рядышком. Даже подсушенный чернокорень способен их отпугивать. Ну а кроме того, чернокорень сам по себе является ценным медоносом и даже немножко по-своему декоративен. Ну и, наконец, это, конечно же, лапник. Мыши не любят колючих веток, поэтому, чтобы защитить свои цветники от нашествия мышей, обязательно используйте это традиционное народное средство защиты. Для тех, у кого нет доступа ни к лапнику, кто не хочет использовать различные приманки отравленные, можно порекомендовать механические средства защиты своего сада, огорода и цветника от мышей. Это, во-первых, защитные чехлы на стволы деревьев. Пластиковые, либо металлические, либо, я однажды использовала, остатки штукатурной сетки. Мышки ее не трогают, и все стволы остаются абсолютно целыми. Это использование различных металлических сеток, либо металлических перфорированных лотков при выращивании луковичных растений. Мыши, которые предпочитают проникать к луковичкам снизу, через подкоп, проникнуть, увы, не могут. Кстати, есть еще одно очень декоративное растение, которое многие садоводы, особенно цветоводы, любят и уважают, но вряд ли знают, что оно отпугивает мышей. Это рябчик императорский. Посадите императорский рябчик в цветнике, и мыши тоже его будут обходить стороной, поверьте. Итак, у нас есть целый выбор самых различных способов защиты сада от мышевидных грызунов. И каждый из вас может выбрать для себя наиболее приемлемый. Ну и, конечно, самый распространенный мышицит, как я его называю, это наличие кота на участке. Хороший кот способен быстро навести там порядок. Это признанный охотник на мышевидных грызунов. Смотрите, как он разъелся на наших мышах. Способен поддерживать надлежащий порядок на вверенном ему участке. Можно цикнуть на него. Яночка, подожди. А, это сальтисон? Знакомьтесь, сальтисон. А это достойная смена. Бедный Ричард. Давай мы тебя пустим на огород. Иди. Защищайте свой сад от мышек. Мышки хороши только на картинках и где-то в полях, а не у нас в саду. Делитесь своими советами, своим опытом. Мы с удовольствием это примем и озвучим на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»